Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас здесь в гостях местный житель, житель Люберецкого района, человек, который хорошо знает и городской округ Люберца, когда он еще был и городом, и, конечно же, ближе всего и мы, я так понимаю, Малаховка. В общем, обо всем мы поговорим. И, конечно же, прежде всего, нас интересует та профессия, которой уже многие годы занимается наш гость Роман Бобров, заместитель заведующего творческими коллективами оперной труппы Большого театра по камерной сцене. Здравствуйте, Роман! Здравствуйте, Николай! Вот скажите мне, пожалуйста, сразу такой развлекательный вопрос, чтобы немножечко настроиться на приятную беседу. Вообще, певец же должен экономить голос, то есть ему иногда, наверное, лучше помолчать. Бывают у вас дни, когда вы вообще молчите? Ну, конечно, бывают. У певцы, конечно, у них достаточно такая значительная нагрузка на голосовой аппарат. Но, с другой стороны, как говорится, есть такая старая вокальная пословица, что у певца голос звучит, ну, как бы он полностью здоров, и голос звучит только один день в году, и тот банный. Ага, понятно. Давайте мы вот с чего начнем. Вы житель Малаховки. Редкие случаи, когда в студии находится настоящий оперный певец, да еще человек, занимающийся творческими коллективами, да еще человек, который является лауреатом конкурсов международных. И как это вот из Малаховки в оперные певцы-то? Ну, так получилось, что я вырос в семье артиста, который, артиста хора, тоже певца, тоже баритон, как и я. Мой отец, он работал в Государственной симфонической капелле Полянского долгое время, до этого в Театре Станиславского, соответственно, поэтому я пошел... Деваться было некуда. Да, по той же стезе. Вопросы, как бы выбор профессии практически не стоял, поэтому, соответственно, прям вот по проторенной, что называется, дорожке. То есть после окончания девятого класса в Малаховке, после окончания ДМШ тоже в Малаховке. Музыкальная школа. Да, да, фортепиано-отделение. Соответственно, после этого был колледж Шиполитова-Иванова дирижерская хоровая. Да, на дирижерской хоровой. А потом, соответственно, вокальное отделение Московской консерватории. А почему вы съехали с дирижерской? Дирижер же, он побогаче, он выходит, все ему аплодируют. Ну, дело в том, что... А певец ему же надо, ну, знаете, сегодня, извините, хорошо спел, а завтра что-то с горлом случилось, и все. Да, с одной стороны. С другой стороны, дирижер – это такая коварная профессия, поскольку дирижеров выпускается ежегодно достаточно много на факультетах, но при этом для того, чтобы для всех дирижеров найти по коллективу... Причем такому, чтобы... Да, по оркестру, по хору, ну, в общем, такого не бывает, конечно. Поэтому это не секрет, что большинство дирижеров, они либо играют в оркестр, либо поют в хоре и так далее. У нас даже, между прочим, Алла Борисовна тоже дирижер. Да, и, по-моему, Филипп Бедросович тоже. Да, вот видите. Вот. Ну, хорошо, Роман, давайте мы сегодня с вами поговорим, потому что за то короткое время, которое у нас есть, хочется и о творчестве поговорить, и о том, чем вы занимаетесь, потому что Роман пришел к нам не просто так, а есть определенные темы, которые волнуют его, людей, которые окружают. Вот скажите, почему сегодня есть запрос на профессионализм? Я сейчас поясню. Есть ощущение, что действительно много у нас музыкальных всевозможных, и не только в Москве, и не только в Санкт-Петербурге. Практически в большом городе, в миллионнике всегда есть и филармония, либо институт, либо академия, музыкальные школы тоже. В итоге как-то иногда даже и в опере можно так... Что-то вот сегодня не дотягивает. Что за проблема с профессионализмом? Плохо учат или плохо учатся? Ну, вопрос на самом деле такой... По этому поводу можно диссертацию, наверное, написать. Давайте начнем. Но, по сути дела, я так думаю, что проблема тут не столько в профессионализме, сколько, наверное, в быстроменяющемся мире, что ли. То есть постоянно меняются стандарты, постоянно меняются условия. То есть мы были в каком-то замкнутом пространстве, и потом мы сразу же можем путешествовать по всему миру, везде работать, и нужно тоже соответствовать. Соответственно, знание к языкам сразу возрастает, к произношению, к коучам. Но это касается всего абсолютно. Поэтому если смотреть глубже, скажем, те же композиторы «Могучей кучки», которые, наоборот, даже говорили, пропагандировали, что они любители, никто из них не был профессионалом, с другой стороны, они, в общем-то, во многом родоначальники, и, так сказать, большое количество написанной ими музыки, и это, в принципе, профессионалы высочайшего уровня, если так говорить. Соответственно... То есть профессионал – это даже не скорее профессия, да? Призвание. Хоть слово, да? Это призвание – это вот когда просто из тебя это творчество, что называется, рождается. Потому что если человек, ну, как можно сказать, ремесленник в хорошем смысле, ремесленник в плохом смысле, то есть как бы ремесленник именно в плохом смысле, человек, который научен, но это не его призвание. Он и сам мучается, и люди, которые его слушают, они тоже мучаются, к сожалению. Такое тоже встречается. Есть, наоборот, люди, которые непрофессионалы, и бравируют этим, и которые при этом профессионально слабы. Но при этом есть предел компетентности, они не могут понять, что это не уровень. Такое тоже часто встречается. А в чем проблема? Школа хуже стала, потому что у человека даже далекого от творческих вузов есть всегда какой-то такой пиетет, отношение, что это какой-то такой храм науки, потому что там люди поют, не дай так пройдешь. Я учился в ГИТИСе, нас по музыкальным отделениям, это не оперное, но все-таки оперета. Там такие звуки раздавались, что иногда прям... или там в общежитии какое-то время прожил. Вот в чем проблема? Плохо учить стали? По сути, что такое вокальный педагог? Это человек, который не просто может сказать, вот смотри, я так пою, делай так же, как я, и все будет хорошо. А это человек, который может понять индивидуальную особенность человека, другого, у которого совершенно другая физиология, и понять, что ему нужно делать. Именно ему что нужно делать. И для каждого будет свой собственный рецепт. То есть там нет никаких универсальных лекал, нет никаких таких методик универсальных для всех. Поэтому, когда говорится, что вот, там такая школа, всякая школа, я научу, это достаточно сложный такой вопрос. И он как бы это вот наедине между двумя людьми, педагог и ученик. Ну, как в любом деле, да. Будет этот диалог или нет, смогут ли они найти вот эти точки соприкосновения, чтобы человек реально запел, чтобы научился, чтобы это было действительно достойно. Потому что это, правда, сложная профессия. Именно вот научить петь очень сложно. Ну, вот тут я хочу вернуться к вам. Вот каждый, в принципе, человек, обладающий слухом, может запеть в опере. Вот такой у меня глобальный вопрос. Нет, не каждый. Что для этого нужно? Легкие, сердце особое, дыхание? Дело в том, что я был свидетелем, причем неоднократно, такого факта, что, допустим, приходит человек, у которого проблемы, ну, так скажем, голос компактный, ничего такого особенного, не, как бы, вот, что называется, вот прям, ну, не фонтан. А при этом у него дикое желание петь. Просто дичайшее. Он настолько влюблен, он всех слушает, он все время, он в этом варится. Все наизуально. 24 часа в сутки он в этом весь абсолютно. И несмотря на какие-то там где-то пробелы, проблемы, вот он даже бывает, что свернул совершенно с другой, пришел из какого-нибудь инженерного института, ну, вообще с другой профессией. Ну, вот страшно тянет его вот к этому именно. И потом действительно человек выходит, но потом поет. А бывает, что у человека голос, вот у меня голос, я же сейчас выйду, я сейчас пою. Но при этом тут мне сейчас не до этого, я сейчас здесь. И он как бы меньше занимается, то есть более одаренный даже человек, вокальный именно, да, то есть у кого голосовые данные достаточно бывают и серьезные, но тут важно именно рвение и постоянное вот это нахождение вот в этом во всем. Потому что если человек этого не делает, то есть если у него нет вот этого вот дикого желания заниматься именно этим, из этого человека, как правило, певца. То есть если у человека есть это рвение, если он чувствует, что я без этого не могу, то значит нужно петь. Вот у меня всегда тоже был вопрос, ну, какой-нибудь глобальная опера, где выходит там, я уж не знаю, может, сотни человек выходит, все поют. У меня всегда солисты, да, замечательно, красиво, ну, на них все внимание. А где-то там, где-то бабушки поют, дети поют. Как мне всегда кажется, что же они не пробились там, солисты, что же им как-то не, может, не додали чего-то, уж не знаю. Как стать солистом-то хора, солистом в театре? Это что, интриги? Это сложно, да. Дело в том, что просто у вокалиста, к сожалению, такая тяжелая судьба, что сначала он преодолевает вот этот путь до такого начального этапа, что он, в принципе, как-то более-менее поет, и этого достаточно хотя бы для хора. Затем, соответственно, ну, при этом планетное дело, что, скажем так, в хоровой партии уровень ответственности гораздо меньше, чем в сольной партии, да, поэтому, соответственно, человек, который говорит, что я могу выйти сольно спеть, помимо того, что, в принципе, выделиться из этой массы и выйти действительно начинают трястись коленки и все остальное, вот здесь вот кадык уже вот тут прям готов выпрыгнуть из горла, поэтому, соответственно, волнение дико, обычно это, ну, в принципе, всегда сопутствует любому артисту волнение, потому что, как говорили знаменитые люди, что если нет волнения, то, скорее всего, что человек не артист. А, ну да, да. Поэтому волнение оно должно быть, естественно, ну, вот с ним справляться поначалу, когда кажется, а вдруг вот здесь что-то не так, а вдруг здесь что-то не то, а может быть я вот сейчас пойду и споткнусь по дороге, и все будут смеяться. Столько всяких разных нюансов, поэтому, конечно, уровень ответственности колоссальный. Вот сколько у вас было, я прочитал список какой-то сумасшедший всего того, что вы исполнили, наверное, так будет правильно сказать, у нас на сцене говорят, мы работаем сегодня что-то там, работаем то, работаем это, как у вас, не знаю. Но сколько всего партий было, так, прикинуть, если я правильно говорю, партий? Да, 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 да. Ну, достаточно много. Тут, по-моему, если я не ошибаюсь, больше 50 партий. Ну, практически весь главный репертуар спец. То есть альбом, за альбомом можно выпускать. Какая из партий показалась вам неожиданной для вас, то, что по-другому вас как-то раскрыло? Ну, есть, знаете, более-менее похожие вещи, а есть вот то, что неожиданно для вас стало. Да, был. Ведь это я так ушел от вопроса любимая, нелюбимая. Да, был такой эпизод, я устроился в театр, значит, только-только, и прошло буквально где-то года полтора, и как это вводится, ну, выпускник консерватории, да, вот как бы есть некое такое понимание, что я сейчас вот выйду, я буду вот таким образом петь, вот. А, соответственно, театр больше с актерским уклоном. И в театре, в принципе, режиссеры всегда любят, чтобы певец играл. То есть, как бы, начинается, ну, что ты стоишь, как дуб заветный и так далее, вот эти все вот варианты. И был такой спектакль, было возобновление спектакля Талемана, достаточно редкое название, Пимпинон. И это нечто типа служанка-госпожа. Сюжет такой же примерно, и, соответственно, вот, значит, такой вот пожилой там такой должен быть дедуля, который, значит, вот ухлестывает за служанкой. Эдакий. Да, и, значит, вот там прям нужно было камиковать. И, соответственно, вот этот вот момент слома, момент вот перейти на это, то, что войти вот во всю эту историю. Режиссер честно мне сказал, когда мы сидели все вместе, все составы сидели, он говорит, ну, я не сомневаюсь, что у вас это все получится. Конечно. Все вы будете молодцы. Потом внимательно посмотрел на меня, пожалуй, кроме тебя. Вот, и, соответственно, тут уже было дело принципа, я как-то так перешагнул через себя, просто вот представил, что вот у меня вот так клонский нос, что, в общем-то, это не я, это не я. И, в общем, история вся эта пошла. И в итоге... Получилось. И потом, да, на премьере он сказал, ты знаешь, я прям удивился. И вот после этого спектакля у меня, в общем-то, проблем именно с тем, чтобы вжиться, с тем, чтобы... То есть какой-то, как выключатель, такой пересчет. Ну, это ваша персональная история. А еще вы же начальник. И вот о том, как начальник смотрит на всю эту историю, мы поговорим через несколько минут. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а в гостях у нас Роман Бобров, заместитель заведующего творческими коллективами оперной труппы Большого театра по камерной сцене. Ну, в первой части мы немножко поговорили, как вы понимаете, всем интересно. Не так часто у нас оперные певцы здесь в студии находятся. А так как мы выяснили, что многие люди любят петь, некоторые считают, что делают это хорошо, им особенно интересно пообщаться с оперными людьми, людьми, которые умеют как-то по-другому голосу им относиться. Еще один такой практический вопрос, и перейдем уже к вашей другой сфере. Вот скажите, пожалуйста, это что ж, какое-то другое состояние человека? Потому что некоторые считают, что умение владеть своим голосом, это и драматических актеров тоже касается легкими, и все, что это на физиологии совсем другое состояние. Это какая-то параллельная жизнь? Ваш голос, он что? С собой представляет. Ну, да, в общем-то, конечно, позиции разные. Есть речевая позиция, есть позиция вокальная, именно оперная позиция, которая совершенно с другим импедансом, сопротивлением идет. Поэтому тут в данном случае, ну, это две разные совершенно манеры, которые параллельно существуют. Ну, это как, знаете, это от бога, это же параллельно какая-то, как вы его оттуда достаете, этот самый? Ну... Вот вышел человек, вот выходит вроде бы, да, и потом еще, что очень важно, вот бывают крупные, да, нам представляется, что какой-нибудь там Борис Годунов, что-то такое должно выйти громадное, да, а бывают разные люди, и вдруг такой голос, потом вот это баритон, бас, различия все эти. Ну, тут в данном случае, как, была такая смешная история про диктора телевидения Левитан, который, значит, зашел в магазин, по-моему, перед Новым годом, и говорит, извините, милочка, а можно мне, пожалуйста, бутылочку советского шампанского? Да, 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 да. Достаточно смешная известная история. Ну, вы можете спеть в компании, например, каким-то другим голосом, а не тем, который на сцене? Да, конечно. То есть у вас несколько есть вариаций? Ну, это достаточно сложная, как бы, история, на самом деле, потому что обычно оперные певцы не переключаются, это очень непросто, и многие прям, это табу, такое вот прям совсем, поэтому умение переключаться, это совершенно другой механизм. То есть у костра спеть, милая моя, солнышко лесное, уже сложно? Сложно. Все равно он... Ну, да, человек, который привык ставить на опору, все, он с нее не слезет при пении. Еще один вопрос. Килограммы, еда, диета, вот это тоже как-то серьезный вопрос для артиста, следить за собой в этом плане. Да, да, это серьезный вопрос для всех артистов, потому что визуальная составляющая, конечно, она прям вот, если человек не соответствует образу, то есть, скажем, выходит Ленский, который там весит 150 килограмм, такого же не может быть. Я видел и Ольгу, которая была давно известна, актрису, певицу, которая была далеко за Ольгиной. Сейчас во всем мире идет такая тенденция, что очень большое внимание уделяется именно... То есть, как бы человек должен быть медийным, медийным в плане, то есть он должен и выглядеть соответствующе, чтобы на нее было приятно смотреть. Поэтому, в общем-то... И вот, наверное, это одно из тем, которыми вы тоже озабочены, как заместитель заведующего творческими коллективами, оперной труппы. И вот что это такое? Что входит в ваши обязанности? Что вы должны делать? Вы следите за творчеством, чтобы они правильно как-то пели, правильно вели. Что вас беспокоит, как уже человека, который чем-то руководит? Что вы сегодня готовы сказать зрителям и, может быть, артистам каким-то, родивым и нерадивым? Ну, нет такого прям собирательного какого-то, что бы я хотел сказать. Просто моя обязанность сводится к организационной работе, сводится к оценке творческих каких-то моментов, которые получаются на спектакле, получаются или не получаются. И где-то нужно человеку помочь, сказать, что ты знаешь, у тебя вот эта партия пока не идет, давай мы ее отложим и... Подпоем другое. Подпоем другое что-нибудь, введемся вот в это, а вот это пока не будем. Какие-то такие варианты, поэтому, соответственно, то есть и творческие задачи, и задачи по репертуару, и задачи по какому-то формату, может быть. А вот такой вопрос. Я зритель, предположим, берем несуществующий театр или где-нибудь за границей, сейчас пандемия, можно спокойно об этом говорить. Я прихожу на конкретный спектакль, я понимаю, знают, может быть, все партии, такой какой-то, в общем, идеальный зритель. Вдруг я чувствую, что что-то не то. Ну, вот как бы деньги заплачены, некоторые люди даже приезжают, прилетают специально на какие-то вещи. Я чувствую, что мне какой-то туфту подсовывают. Вот, чтобы этого не произошло, есть какие-то критерии оценки работы? Да, есть определенный, конечно, назревший кризис в оперном театре, так скажем, да, в классической музыке в целом, наверное, потому что это не секрет, что такой достаточно серьезный отток идет зрителей, и, в общем-то, театры, филармонии сражаются за зрителя. Действительно, это так, потому что все меньше и меньше людей слушают классическую музыку, как-то ходят театры. А почему? Видимо, просто это все связано с тем, что достаточно у нас распространен интернет, все средства, вот эти связи, то есть человек может без проблем, без труда посмотреть лучше и послушать исполнение, никуда не ходить, спокойно послушать дома. Зачем ему идти на, скажем так, исполнение, ну, так вот, без обид, исполнение, скажем, какого-нибудь товарища Иванова, где-то там, да, в филармонии, если он может поставить... Филармонии, филармонии имени Петрова, да. Да, поставить в наушниках, послушать спокойно Марио Дель Монако или кого он захочет. Все эти записи есть, какие-то проблем нет. Но звук же не тот. Если я прихожу в театр, я сажусь в любой точке, да, вы же знаете наверняка, что во всех европейских театрах, особенно самые верхние места, я очень часто видел верхние, разные, или даже можно в партере увидит, сидят, и не только бабушки и дедушки, открывают партитуру, я так удивился, и прямо они следят, как вот преподаватели на уроке. И тут смотрю, а, что-то начнем. Мне хорошо, а они, значит, там что-то... Я к чему просто веду? Может быть, планочка несколько подупала, все-таки русское пение, русское искусство, вот мы же знаем там со времен Шаляпина, ну кто-то просто знает, что Шаляпин есть, а никогда не слышали, как он поет. Может быть, наш подход, вот как мы говорили, да, там русская тогда школа, может, мы что-то не так делаем, может, как-то по-другому нужно сказать, что у нас есть наше русское знаменитое оперное искусство. Давайте мы его будем продвигать. Ну, у нас наше оперное искусство сейчас не так, как сказать, не так популярно, они в такой, наверное, тренде, как русский балет, конечно же. И он подорожит. Да, русский балет, это прям вот, это бренд, это действительно... Неубиваемо. продается, это действительно популярно, и любой человек, который приезжает, более-менее, так сказать, культурный, да, в Москву, так скажем, я имею в виду из-за границы, он обязательно будет пытаться посетить русский балет. Русское чудо, да. Потому что к опере это в меньшей степени относится, ну, во-первых, во многом, потому что оперная традиция, она сейчас стала мировой, то есть, как бы нет русской, да, оперной школы, ее не существует. Есть просто некое среднее европейское звучание. Может быть, в этом проблему? Может быть, может быть, он достаточно ровная, то есть, как бы вот, всегда певец при обучении, он, наверное, учится на ком-то, да, важно всегда учиться на певцах, то есть, человек слушает, вот я вот сейчас буду петь примерно под этого, а тут я буду петь под того. И в итоге, когда приходит человек, да, вот неискушенный, то он понимает, что да, вот это вроде как все ровно, вроде как хорошо, это нота от такого певца, это от такого певца. Может быть, это может смущать, с другой стороны, ну, тут есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот вы говорите, нет русской, может быть, как раз и здесь заключается вот эта знаменитая проблема патриотизма, в том числе и искусства, что некоторые немножко утеряли, что все-таки Чайковский, это Чайковский, а там Верди это Верди и так далее, мы идем, и Моцарт, в конце концов, тоже, потому что я видел тоже постановку Моцарта, после которой, после первого отделения мы ушли в одном из московских оперных театров, просто было неинтересно, и даже не жалко тех денег, которые были уплачены. Вот может быть, здесь и есть какой-то музыкальный патриотизм, я не знаю, как это назвать. Тут скорее проблема просто, наверное, есть такой термин режопера, который, да, который, вот эта проблема сейчас многих театров, в том, что есть постановки, которые, так сказать, есть классика, да, вот, ну, как можно там в сотый раз поставить, там, скажем, Моцарт или Чайковского, ну, вот, вот уже и так, и эдак уже, ну, режиссер, естественно, начинает что-то придумать, придумать совершенно свое, то, что идет абсолютно вразрез с замыслом автора, и это проблема, да, и бороться с этой проблемой невозможно, потому что с точки зрения официальной нормативной базы никакой нет, с точки зрения просто вкусов, ну, о вкусах не спорят, поэтому это очень сложно, и все это делается под лозунгом развития театра, что мы же должны развиваться, это же новое, это совершенно новый взгляд, давайте попробуем так, давайте попробуем эдак, ну, дело в том, что главное, чтобы из-за этих экспериментов не ушел зритель, почему, на мой взгляд, меньше проблем в балете, потому что есть, допустим, да, вот, постановка Петипа, которая практически начало, самое-самое начало, там, 20-го года, 20-го века, не дай бог в ней что-то кто-то поправит. А почему там так? Потому что нельзя, потому что это Петипа, потому что нельзя там тронуть ничего, это классика, она там... Ну, если так, не так ручкой, а вот так? Вот нельзя, а вот переможный. А почему вот переможный? А вот переможный человек вот так перевернуть, кверх ногами поставить, и нормально. И вот, а вот, как интересно, а вот споет ли он так, о, спел, смотрите, значит, можно. Поэтому нет никаких границ. Чувствуется некое отношение певца к режиссерам. Сейчас такой проскочил, такой маленький. Ну, к сожалению, время нашей программы заканчивается. Мы пришли к выводу, что есть проблема и в большом искусстве знаменитом нашим российском, русском, потому что действительно во многих театрах поют солисты. Они, кстати, иногда, в общем-то, и не появляются у себя на родине, потому что они там зарабатывают деньги. То есть там они как бы востребованы, а здесь, значит, что-то не то происходит. Говорят, наши летчики тоже в основном все в Китае сейчас некому самолеты иногда управлять. Я надеюсь, что все-таки кто-то нас услышит и поймет, что давайте попробуем классики вернуть все-таки классическую какую-то составляющую. Пусть это, ну, как вот норма. Да. Да? Или можно сделать один спектакль норма, показать вот теперь вот такая версия, и такая, и три дня показывать. Да, один, ну, мне кажется, это будет интересно. Ну, и проблема того, что действительно для того, чтобы молодежь привлечь к этому, тем более, что сейчас есть возможность сходить, в наше время ты не попадешь никуда. Наверное, работа родителей и вообще всего общества должно быть, правда? Ну, конечно. Ну, и назовите нас в театр, когда вы открываться-то будете? Осенью? Ну, да, хотелось бы открыться в сентябре, если, конечно, мы откроемся, потому что сейчас такие очень тяжелые рекомендации Роспотребнадзора про расстояние, что должны сидеть... А певцы, что же должны на расстоянии тогда петь? что из спектакля должны быть вырезаны хоровые сцены, что духовики должны сидеть не менее чем на два метра друг от друга, перед ними должен быть экран, от дирижера тоже два метра, между собой по полтора. В общем, чтобы это сделать, это нужно просто вместо зрителей посадить оркестр. Да, и меняться местами ходить. И все. И больше ни на что места не хватит. Роман Бобров, заместитель заведующего творческими коллективами оперной труппы Большого театра по камерной сцене, был гостем нашей сегодняшней программы. Спасибо вам большое. Вам успехов, всему коллективу, чтобы побыстрее приступили к исполнению профессиональных обязанностей, а мы будем приходить в масках, в шахматном порядке сидеть и слушать. С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин